С чистого листа и сам дошел до оргазма. Мужчина немножко по-другому мыслит. Мы же не занимаемся сексом исключительно три раза в жизни, много-много, десятка, сотни тысяч лет. Почему же мужчина должен кончить, а женщина нет? Женский оргазм в гонении. Итак, теперь подробнее про психологию оргазма. Обиды на мужчин очень негативно сказываются на возможности женщины оргазмировать. При этом у нас может быть обида на бывшего молодого человека, которого девушка в душе еще не простила, и претензии к одному мужчине у нас перекладываются автоматически на претензии ко всем мужчинам. Обиженные женщины способны на любые поступки, кроме адекватных. Это очень неблагоприятная такая ситуация для женского вообще мировоззрения, состояния души, поэтому крайне важно прорабатывать обиды, отпускать свои претензии, научиться прощать и отпускать ситуацию. Запомните, да, главное правило. Обида или претензии к одному мужчине где-то в прошлом автоматически перекладываются у нас на ощущение, чувство обиды и претензий ко всем мужчинам в нашей жизни. Буквально такая у меня была клиентка, которая говорит, я не знаю, в чем дело, я наказываю всех своих мужчин. Не знаю, за что, не знаю, почему. Я влюбляюсь в прекрасный парень, мы начинаем с ним встречаться, начинаем жить вместе, и я как будто бы злюсь на него, как будто бы наказываю его, я ему будто бы мщу за что-то, но он еще ничего не успел сделать. А меня злит в душе, я даже не знаю, что. И вот у нее была такая ситуация, которая повторялась многократно со многими-многими партнерами. Пока мы не стали копать в прошлое, откопали, что у нее была неблагоприятная ситуация с, скажем так, не совсем желательным сексом, с не очень корректным отношением к ней мужчины, и вот эта вот злость и обида и претензия, которые она сковала в себе внутри, и долго-долго не выпускала, она диктовала ей, как себя вести по отношению к мужчинам. Естественно, когда мужчина любящий, хороший, добрый, носит ее на руках, приходит домой, говорит, любимая, давай займемся любовью, а у нее в душе кипит, что жизнь такая несправедливая, мужик и козлы, то у нее не было ни желания, ни состояния, и все выливалось просто в слезы и истерики и какие-то совершенно неадекватные поступки. Хорошая новость в том, что это все можно проработать, от этого можно избавиться, и можно начать с чистого листа, позитивное состояние в отношениях. Дальше, такой вот момент, я сейчас затронула сейчас, негативный опыт, негативный сексуальный опыт, может быть, насилие, попытка изнасилования. В Америке это вообще распространенная, к сожалению, тема, когда руфит, это подсыпает какую-то наркотику в коктейль, и девушка почти ничего не помнит, она ведет себя, как будто бы просто очень пьяная, но на самом деле мозг под наркотическим воздействием, она практически ничего не соображает, и, естественно, сил отбиваться нет. С утра просыпается, не понимает, это было правда, либо неправда, и вообще, что произошло. Такие опыты в Америке очень часто происходят, в России в том числе, в России часто и без отравления наркотического просто попьянили, просто перефлиртовала, а он не так почти прочитал твои знаки и так далее. То есть бывает совершенно разная ответственность, бывает даже на обоих, когда девушка на самом деле слишком активно и ярко флиртовала с мыслью, что я сейчас его заведу и уйду, а он пускай страдает. Мужчина немножко по-другому мыслит. Он считал твои знаки, он пошел за тобой, а то, что ты немножечко говорила нет, для него, наверное, он решил, что это была только игра. Либо уже сам был не в состоянии трезвости. Это, к сожалению, была тоже очень большая статистика по России. Во-первых, по России каждая вторая женщина либо подвергалась изнасилованию, либо попытке изнасилования. Каждая вторая женщина, по статистике, в какой-то период своей жизни. И когда детально разбирали эту ситуацию, то на самом деле выяснилось, что очень часто инициатор изначальный как бы заложилось верно, была женщина. Я не считаю, что можно перекладывать всю ответственность на одного из людей в этой ситуации. Просто призываю вас к осторожности. Осторожности и адекватности своих поступков. И вот этот пережитый опыт часто очень сильно сказывается на том, как женщина может расслабиться и довериться сейчас новому партнеру. Любящей, заботливой, доброй. Но у нее травма, психологическая травма, которая, бывает, к вагинизму приводит, или просто к анаргазмии, к истерикам, когда мужчина пытается сделать ей кунилингус, либо еще что-нибудь. Все эти воспоминания как флешбеки могут возвращаться в процессе и травмировать женщину, тем самым не давая ей расслабиться, получить удовольствие и жить новой жизнью. Поэтому, опять-таки, в таких ситуациях записывайтесь к психологу, к сексологам, ко мне, к другим специалистам. С этим обязательно нужно работать от прошлого, нужно отказываться двигаться вперед в светлое будущее, потому что мы живем здесь и сейчас, сегодня и строим наш завтрашний день. Комплексы, страхи и стеснения очень часто нас, конечно, блокируют и не дают нам кончить. Например, социальная в силу остановки. Я помню вот мой личный опыт. Я смотрю фильм, где люди начинают целоваться и мне закрывают глаза. То есть уже целоваться стыдно, смотреть на то, как люди целуются, позор. То, что вот Адам и Ева стали голы, это было позорно. Что в этом стыдного? Что в этом позорного? Но нам это вбивает в голову с детства. Секс до свадьбы, это плохо. Если у мужчин, у кучи женщин нормальные, если у тебя есть больше, чем один мужчина за жизнь, все, ты девушка легкого поведения. Все вот эти установки к нам прилипают в наше подсознание, и мы неосознанно можем ими жить. Что приводит к нас к комплексам. Очень многие девушки ни разу не видели своих половых органов, не знают, как они выглядят, где там что расположено. Если такая ситуация с вами, я вас призываю взять сегодня зеркальце, посмотреть, изучить себя, потому что мы прекрасны. Очень важно изучать себя. На сегодняшний день есть много литературы, которая рассказывает о нашей анатомии, нашей физиологии. И изучать себя очень важно, чтобы знать, где что находится. Я чуть позже займусь именно нашими эрогенными зонами, их стимуляцией, видостимуляцией. Взгляд общества и мужчин на секс и женский оргазм. Интересная тема, которую очень хотелось не затронуть. Сделали, значит, в Америке исследование, опрос. Опросили мужчин и женщин. Что такое секс? У мужчин и женщин были совершенно разные понятия о том, что такое секс. Для мужчины секс, если он вошел своим половым членом в женское тело и сам дошел до оргазма. Что там у женщины, его не волнует. Оральный секс для него не секс. То есть минет, ну, может быть, куни-лингус вообще не секс. Хотя и то, и другое считается оральным сексом. Для женщин куни-лингус считается сексом, минет считается сексом. И они воспринимают секс чаще, ну, то есть уже чуть больше желают получить оргазм. Хотя даже для них по опросу, если мужчина кончил, у нас был половой акт, и мужчина кончил, это был секс. Что говорит о том, насколько женский оргазм в гонении, и был в гонении много-много, десятков, сотни тысяч лет. Почему же мужчина должен кончить, а женщина нет? Мы же не занимаемся сексом исключительно три раза в жизни, чтобы зачать там троих детей. Мы занимаемся им ради удовольствия, ради проявления любви, получения вот этого вот оргазма, который нас возвышает до тех ощущений, которые наполняют нашу жизнь совершенно новыми красками, выделяют эстрогены, тестостерон и гормоны счастья, серитонин, допамин и так далее, делают нас счастливее. Поэтому я призываю вас смотреть на секс так, как тебе бы хотелось. Если для тебя секс — это действие, в котором, допустим, участвует мужчина, в котором вы оба получаете удовольствие, то именно так ты должна себя вести, подавать и коммуницировать с мужчиной. Как для некоторых смешно бы это ни казалось, но на самом деле коммуницировать нужно. У меня есть много клиентов, которые говорят о том, что их мужчина пришел, вошел, вышел, кончил и заснул, и ему совершенно наплевать, что за эти полторы минуты она ничего не успела. И ему приходится объяснять. Так вот не стесняйтесь объяснять, что, например, для меня секс — это когда я тоже получил удовольствие. Для того, чтобы я получила удовольствие, мне нужно 15 минут прелюдии, кунилигус, лаской пальчиками и так далее, секс — около 10 минут, и чтобы я успела при этом кончить. Если я не успеваю кончить, то ты не кончаешь, ты делаешь паузу, ты меня еще доводишь до возбуждения, делай перерыв на кунилигусе или, не знаю, фингеринг, и мы продолжаем. Если же мужчина говорит, мне это неинтересно, да, я обсуну и пойду. Ты говоришь, окей, значит, ты хочешь заняться чем-то другим, а не сексом со мной. Я буду заниматься только сексом, окей? Но для меня секс — это вот первое, второе, третье, четвертое. Если эти условия не будут соблюдены, я не вижу смысла тратить на это свое время. Я пойду книжку почитать или помастурбирую на самом деле, потому что эта мастурбация приведет меня до удовольствия. А лежать здесь просто с раздвинутыми ногами — это как бы мало интереса. Как бы это ни печально, но на самом деле очень многие девушки, мне об этом пишут и в директ, и на почту, и на личных консультациях рассказывают, что мужчинам приходится это объяснять и доносить, поэтому не стесняйтесь объяснять и доносить. Проблема не в мужчинах, ничто не такие плохие, а на самом деле общество вот таким образом жило очень много-много-много лет. И это в наших руках сейчас все изменить.